Союз женщин России на всех уровнях – федеральном, региональном, местном – придерживается национальной стратегии в интересах здоровья прекрасной половины нашего общества. В этой большой национальной стратегии есть очень крупное и достойное направление, важное направление – это направление сохранения здоровья женщин всех возрастов. И как две подзадачи есть повышение доступности и качество оказания медицинских услуг. Встреча с врачом-эндокринологом Анной Кузнецовой, членом Российской ассоциации по остеопорозу, касалась важной темы – профилактики и возможности лечения заболевания, которые сами медики именуют «немым врагом». Остеопороз – это заболевание, которое в основном вызывается у женщин после 30 лет после именопаузы и сопрождается снижением плотности костной ткани. На встречу собрались женщины пенсионного возраста, в котором наиболее часто и возникают проблемы с костной системой. Женщины после 50 лет, многие получают травмы и переломы и считают, что это закономерный процесс старения. На самом деле это заболевание, которое можно профилактировать, успешно лечить, тем самым сохраняя долголетие женщины. Людмила Косякова с интересом послушала лекцию доктора. Женщины считают, что тема здоровья для всех пришедших актуальна. С возрастом появляются проблемы, хотя я так конкретно не ощущаю этого, но все равно хотелось послушать, какие меры профилактики, какие виды медицинских услуг предоставляет нам поликлиника, к какому врачу первоначально может быть даже обратиться. При возникновении проблем с костной системой необходимо посетить терапевта. Он назначит анализы и запишет на прием к специалистам, среди которых эндокринолог, хирург, травматолог. Ну а чтобы избежать остеопороза, стоит позаботиться о своем здоровье в молодости, заниматься спортом, правильно питаться, принимая в пищу продукты, укрепляющие кости. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.